привет с вами леонид вандерфото это распаковка и обзор камеры mint square а кодовое слово у нее sf 70 что такое компания mint по моему я говорил уже не раз эта компания в гонконге который разрабатывает новые камеры на формат полароида ну instax а точнее square white mini то есть square это их самая последняя камера ну конечно же я не мог не купить ее значит давайте распаковывать мы я буду сравнивать с камерой white потому что у меня уже было я делаю распаковку я на нее фотографировал я более того я их продавал поэтому интересно вообще будет ли по качеству отличия и будет ли отличие в снимках само собой как бы исправили ли они какие-то косяки относительно прошлой камеры то есть это же к поколении до прошлого было одно поколение камер потом они доработали сделали там формат white сейчас они по логике вещей должны доработать и сделать формат square еще лучше чем white поэтому мне очень интересно значит коробка классная качественная коробка но это блин камера за 1000 плюс долларов конечно здесь все должно быть классно открываем и видим внутри кучу всякого мусора как обычно это бумажки наклейки наклейки картонные снимки картонные снимки блин позволище всякие пожелания счастья удачи и так далее нас интересует конечно же другое это вот эта камера тяжелая в коробке больше ничего нету так так подождите если в коробке больше ничего нету значит у меня нету не ремешка ничего ничего нету ну ладно придется сделать свой красивый ремешок благо для ремешка у меня цеплялки есть значит давайте по камере вот она держу ее первый раз в руке честь слова не открывал ждал вас давайте откроем ее я уже полностью возьму ее в руку ну хотя конечно даже так смотрите как она лежит в руке в закрытом состоянии вот у меня хват он сделан из такой кожи резины и знаете что я могу сказать это кожа резина напоминает мне никоны а никоны если вы вспомните старого образца механики эти автофокусные они все становились грязными от пота то есть когда ты пользуешься камерой у тебя пальцы немножко потеют у тебя стирается это все на этой резине она будет грязный и вонючий и здесь по ходу будет то же самое к сожалению ладно что еще бросается в глаза вот сразу бросается в глаза на вспышки маленькая-маленькая полосочка на прошлой камере вайт было то же самое я написал им сервис и сказал ребята че это за херня у меня целая партия камер с этой херней они сказали это нормально это какой-то там пин разъем короче они сделали вспышки все вспышки пришли к ним что-то типа с браком они каким-то образом подлатали починили и теперь они все выглядят вот с этой полосочкой о чем это говорит что эти вспышки взяты из от вайда то есть из той же партии вспышки то есть ну могли они уже могли спустя два года прошло уже поменять давно камеры доработать их нет вспышки те же самые с этой мерзкой полосочкой то есть кажется что это типа какой-то дефект внешне но на самом деле совершенно нормальная внутренняя кухня ладно закрыли глаза на это поехали открываем нажимаем кнопочку открываем камеру давайте поможем сама она не может мы должны помочь и сверху и снизу фуф ну чё смотрим видоискатель конечно с этой бумажкой особо не посмотришь придется ей пожертвовать и теперь я смотрю у меня здесь не забываем два видоискателя один это общий план а второй это совмещение изображения ну собственно система дальномер пятно на дальномере петро 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 да на дальномере светлое хорошо все видно в прошлый раз было то же самое здесь я не могу ни к чему придраться общий план пятно тоже хорошее светлое смотрим дальше ход нормальный сама оптика вот смотрите я же ничего не делал да я же я же нет отравился еще до оптики а здесь уже отпечаток трех пальцев да вы чё бля прикалывать здесь реально отпечатки пальцев такие ну такие прям реально отпечатки пальцев и пыль но здесь все было закрыто я ничего не трогал и никакой бумажки не было налеплено я и ну как бы я в шоке от этого немножко ладно про это но это формальности берем фибру протираем вопрос закрыт ну просто это странновато хорошо будем представим что реальный человек который они продавали мне эту камеру зная что я до них буду докапываться они проверили все и человек там проверял ее может быть а может они вообще каждую камеру проверяют чтобы не было косяков потому что все-таки проект достаточно молодой и косяки бывают окей значит диафрагма переключение диафрагмы плавная она реально двигается все нормально объектив у меня 9 f 93 миллиметра 5 и 6 дырка ну темновато конечно за такие деньги можно было сделать и посветлее 5 и 6 блин 5 и 6 почему нельзя сделать было там ну не знаю внутри 5 но 4 и 5 ну блин но 5 и 6 хорошо моя камера вспышка нажали она выскочила выглядит она конечно стрёмно страшно стрёмно но она есть окей возвращается обратно нормально плавно переключение здесь у меня есть выключить а плюс один авто 1b ну вот это все баба 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 бабу бухти-бухти дальше дед все это есть все нормально взвод курка нормальный кнопочка нажимается нормально для работы камеры нужны две пальчика батарейки насколько мне известно здесь заклеена наклейками mint мы это аккуратненько откроем поставим потом батарейки что еще лоток лоток открывается плавно он прямо отваливается у меня то есть здесь он микрофон все хорошо мех мех выглядит как кусок говна он он упругий то есть он натянут на ну видимо на какие-то железные эти алюминия алюминиевые полосочки но вот сам мех выглядит как будто его взяли с какой-то старые гармошечные камеры он выглядит очень дешевым то есть очевидно что ну по старым опытом компании работы с этими камерами он всегда так почти выглядит но сейчас он выглядит еще дешевле чем тогда плюс вот у меня на железном кольце я уже вижу стертости то есть но она черная лан там латунь или что это и уже потертости то есть до до белого аж то здесь микроцарапы до белого здесь ну вот в одном месте я это вижу ну блин разве это для новой камеры ок ну будем я даже не знаю как ответить все простим главное чтоб она классно снимала то есть давайте попробуем эти закрыть теперь попробую закрыть когда я закрываю и надо довести нам надо на фокус фокусное расстояние довести до бесконечности чтобы ничего не сломать далее нам надо нажать на кнопку вот здесь вот внутри такая кнопка мы на нее нажимаем он типа сложился и и он так сейчас хрустел мне было очень страшно в прошлом камере был точно такая же история реально страшно а теперь закрываем до щелчка все нормально по хвату ну нормальный хват принципе нормально все по хвату здесь особо не жалуюсь вот такое мое первое впечатление конечно же опять неоднозначные нифига не понятно камера за тысячу баксов выглядит как бы недоделанный вот с микро косяками вот стандартными микро косяками но если она будет супер классно снимать я знаю людей которые на нее тоже снимают и в принципе всем довольны то как бы я закрою на все это дело глаза главное чтоб она работала но если вы педант и задрот любитель идеальных камер это сразу вот с первой покупки это уже не для вас то есть здесь все будет какие-то какие-то будут микро микро мелкие недочеты но к сожалению вот так вот а теперь заряжаем ее пленкой и отправляемся фотографировать но это будет уже в другом видео с вами был леонид пока подписывайтесь на наш инстаграм у нас тут очень много классных интересных фотографий различных лайфхаков а также мы выкладываем stories в которых вы можете поделиться своими фотографиями голосовать за выбор пленки и участвовать в различных конкурсов а также вы самыми первыми узнаете про наши акции и скидки будет круто присоединяйтесь